Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, встреча у меня проходит практически последнюю неделю ежедневно во всех районах области. Мы встречаемся вот в таком составе подготовленных руководителей, людей, депутатов. Неважно какой партийной принадлежности, потому что все внимание сегодня стереоточено на общероссийской конституции. Основной закон, по которому живет вся страна. Сегодняшней конституции уже 27 лет, которую мы приняли в 93 году прошлого века. Лишь только 14 раз мы обращались к ней по поправкам. В основном эти поправки носили административно-территориальный характер, связанный с объединениями наших субъектов федерации. В частности, Камчатка, когда была объединена Камчатской областью и Кориатским автономным округом. В 2015 году у нас появился новый субъект федерации – Крым. В связи с такими административными вопросами мы сталкивались и вносили соответствующие поправки в Конституцию. Те поправки, которые были 15 января озвучены как предложение в Конституцию президентам, конечно, вызвали разное мнение, впечатление, обсуждение. И 22 поправки, которые предложил президент, они касаются и социальной сферы, политической, административной, культурной. Существенно было дополнено, конечно, при широком обсуждении со стороны граждан, со стороны депутатского корпуса, со стороны субъектов федерации. Активно в участие приняли граждане всей страны. Поступило в рабочую группу более тысячи поправок различного рода. И корректные юридические, и эмоциональные разные. В конечном итоге 400 поправок были отобраны и направлены юридически корректно, повторюсь еще раз, в Комитет по законодательству Государственной Думы для их рассмотрения и юридической оценки согласовательных процедур. В результате 230 поправок было отклонено, предложено к отклонению, и 170 поправок было предложено к принятию. Разумеется, сегодня о всех 170 поправках говорить мы подробно не будем, но на основных поправках, безусловно, я хотел бы оставить и свое внимание, и привлечь ваше. Прежде всего, наверное, правильно сказать было бы о том, что у нас вошло в преамбулу нашей Конституции. Мы еще раз уточняем о том, что наша страна, Российская Федерация, является правоприемником Советского Союза. Здесь все сидящие практически без исключения родились в той стране, которой сегодня нет. И все те преимущества, и все активы, и в том числе пассивы, которые были в Советском Союзе, правоприменительная практика перешла к Российской Федерации. Почему мы это указываем в Конституции еще раз? За последнее время наши братские соседние, теперь уже государства, в некотором роде иногда публично высказывают свои претензии на ряд активов наших, включая атомное оружие. Но вот мы хотим в данном случае еще раз подчеркнуть о том, что мы после распада Советского Союза приняли на себя все обязательства Советского Союза. И долги Царской России, и долги Советского Союза, и вообще проблемы все, которые нам пришлось столкнуться, мы приняли на себя. И, естественно, и активы. За 27 лет современной России мы со многими смогли справиться с недугами, в том числе с долговыми. Много что нарастить. Наши активы прежде всего, в том числе и в вооружениях. И, разумеется, обсуждение каких-то претензий к активам Российской Федерации недопустимо. Еще мы в преамбуле уточняем все-таки нашу нацию, российский народ, который объединяет две важные составляющие. Это язык русский и культура. Культура и традиции. Учитывая то, что все-таки мы многонациональное государство, многоязыковое, многоконфессиональное, при всем уважении к нашим разным национальностям, народам, в том числе к коренным малочисленным народам Севера, которые имеют тоже свою самобытную культуру и язык, мы сохраняем. Я вчера поздравлял Владимира Михайловича Санги с его юбилеем большим. Тем не менее, главный цемент нашего государства – это, безусловно, русский язык и наша общая культура. Переходя к статьям Конституции, хочу сказать о том, что мы не стали затрагивать статьи глав номер 1 и номер 2, которые требуют в том или другом виде изменения в обязательном проведении процедуры референдума. Так как мы не затрагиваем ни первую главу, ни вторую, процедуры проведения референдума не требуются юридически. Что касается голосования, я скажу об этом чуть позже. Так вот, в одной из глав мы очень четко говорим о юридическом статусе тех документов или правоохранительных, или правоприменительных законов, или постановлений, которые являются не российского производства, скажем, международного характера, те, которые не являются непосредственным участником наших двухсторонних соглашений, которые мы имеем международные соглашения, с разными странами, по разным направлениям, от культуры до экономики, где подписано президентом, ратифицировано Государственной Думой. Вот ряд таких, не являющихся субъектами вот этих вот соглашений, международных правовых документов в отношении России, которые могут ущемлять права и свободы российских граждан и России, вот применяться на территории Российской Федерации, исполняться не будут. О чем здесь речь идет? Поясню, что на сегодняшний день в нашей Конституции международное право ставится во главу угла выше, чем российское право. Соответственно, решения международных организаций являются обязательными для исполнения российскими гражданами, российским правительством, Российской Федерации в целом. Возможно, в конце прошлого века это было актуально, на определенных условиях, но на мой взгляд, абсолютно убедительно могу сказать о том, что за 20 лет нового тысячелетия эта правоприменительная практика очень пагодно сказалась на ряде стран Западной Европы. Например, Югославия. Теперь Югославии уже нет, есть раздробленные страны, самостоятельные в разной степени развитости. Благодаря таким международным актам плачевно закончила свою деятельность Ирак, Ливия, все, что творится сегодня в Сирии, все находится, как говорится, на живом примере. Поэтому я считаю, что вот эта конституционная норма будет позволять нам все-таки трактовать наши законы выше. Раз. И второе. Все, что будет происходить в отношении международного права, в отношении России, ущемляющего права и свободы граждан, и Российской Федерации исполняться на территории, не будут. Социальная политика. Я думаю, что это достаточно вопрос часто обсуждаемый. Он затрагивает основные сферы, это пенсионные индексации, вопросы минимального размера оплаты труда. Федеральные законы по этому поводу есть. Но я неоднократно подчеркиваю о том, что федеральные законы, они у нас претерпевают изменения. Иногда в результате социально-экономического развития или возможности или невозможности правительства исполнять те или другие функции из-за финансовых затруднений или еще чего-то, у нас зачастую федеральные законы меняются достаточно быстро. И в частности, у нас появилось понимание, новое понятие, что пенсионное обеспечение, есть пенсионеры работающие, есть пенсионеры не работающие. Вот работающие пенсионеры у нас не получают индексацию, ну, по крайней мере, не получали уже дважды, а не работающие получают. Вот мы решили по предложению президента сделать это прямой нормой, где понятие пенсионер никак не разделяется, работающие и не работающие. И обязанность государства и правительства, прямая норма о том, что должна ежегодно индексировать пенсионные выплаты в зависимости от инфляции. Соответственно, если в Конституции эта норма есть, правительство обязано будет, неважно, оно будет правым, правительство или левым, качество Государственной Думы от этого зависеть не будет, будет обязанность применять прямого действия нормы. И что касается минимального размера оплаты труда, он, конечно, должен быть не ниже, чем прожиточный минимум. Тем более, мы знаем, что на Сахалине у нас с вами и прожиточный минимум, и минимальный размер оплаты труда выше материкового. Важный момент, который мы посчитали необходимым все-таки зафиксировать, это вопросы семейных ценностей. Почему мы к этому пришли? Очевидно, что, ну, как и в Советском Союзе, семья – это ячейка общества, и трудно с этим не согласиться, и мы продолжаем понимать, что семья – это действительно главный фундамент и общества в целом, и государства, если будем говорить более конкретно. Но европейские некоторые ценности сегодня разделяют семейное строительство по-разному. Мы слышим о разного рода свадеб у них, у них понимание о родителях уже теперь просто идет на пересчет. Родитель один, родитель два. Мы считаем, что это все-таки не совсем для нас еще актуально. Мы не архаическое общество, но мы просто соблюдаем свои традиционные ценности. Поэтому семья – это союз женщин и мужчины. Брак их состоит в том, что они между собой создают союз, и в результате их любви рождаются дети, и у ребенка есть мама и папа. Вот в случае потери мамы и папы государство обязано брать на себя полномочия и функции обеспечения этого ребенка всем необходимым – от его рождения до его совершеннолетия. И это мы решили прописать прямым текстом, как говорится, у нас в Конституции. Несколько слов хочу обратить внимание о нашем управлении государством в части делегации полномочий президентом Государственной Думы. Действительно, на сегодняшний день у Государственной Думы, как у органа законодательного, функция по формированию правительства заключается в том, что мы только согласовываем президенту кандидатуру премьер-министра. Только согласовываем. Причем, если мы не согласуем ее трижды, президент имеет право Государственную Думу распустить. Вот, собственно говоря, и по каким поводам Государственная Дума может быть распущена. По единственному случаю. И президент предлагает для того, чтобы усилить взаимодействие Государственной Думы и правительства, и не просто усилить возможности Государственной Думы, но и разделить ответственность за результаты и эффективность работы правительства, он предлагает делегировать право не согласовывать, а утверждать премьер-министра, а также утверждать всех его заместителей и всех министров социально-экономического блока. Кроме этого, сразу же после того, как мы примем уже Конституцию после голосования, во-первых, она вступит в силу немедленно, и в этом случае Государственная Дума приступит к формированию федерального закона о депутатском и парламентском контроле, где взаимодействие с органами исполнительной власти будет прописано не просто очень четко, а будет прописана ответственность органов исполнительной власти по исполнению и эффективному исполнению своих обязанностей. В свою очередь Совет Федерации наделяется правом проведения консультаций с президентом силовых ведомств, это руководители ФСБ, руководители МВД, Министерства обороны, МЧС, Росгвардии. Кроме этого, как вы знаете, что Совет Федерации у нас утверждает генеральных прокуроров, и еще на уровне Совета Федерации передается назначение и субъектовых прокуроров. В частности, вот сейчас у нас прокурор Сахалинской области согласовывается с депутатами Сахалинской областной думы, это право будет передано в Совет Федерации. Совет Федерации это тоже какая-то организация несторонняя. Значит, Совет Федерации объединяет в себя все субъекты Сахалинской области по два человека от каждого. Я просто напомню вам, у нас в Совете Федерации от Сахалинской области участвует Карасин Григорий Борисович от губернатора, от имени исполнительной власти и от имени Сахалинской областной думы Юрий Архаров. И так от каждого субъекта. Итого у нас 85 субъектов, 170 человек у нас входит в состав Совета Федерации. И также Советом Федерации будут утверждаться судьи Российской Федерации. Перейдем к формированию Государственного Совета. Термин не новый. Вы неоднократно с ним сталкивались и видели в средства массовой информации о том, что президент инициировал, инициировал, проходит госсовет там-то и там-то. Он сегодня существует, этот госсовет, в качестве консультативного, совещательного органа при президенте, который объединяет в себе губернатора всей страны. Туда еще входит по должности представитель Совета Федерации и представитель Государственной Думы, а также четверо руководителей фракции Государственной Думы. Вот такой состав Государственного Совета. Так как людей много, он образует внутри себя президиум, который разрабатывает и подготавливает документы к принятию и обсуждению всеми губернаторами. Для чего он нужен? Это так называемое горизонтальное исполнение обязанностей государственных функций, независимо от того, где располагается человек. Для того, чтобы гражданин имел возможность получить качественные государственные услуги, независимо от территории, где он проживает, от Чукотки до Краснодара. О каких услугах идет речь? Медицина, образование, строительство, культура, дороги и так далее. Все, за что отвечает правительство, государство в лице органов исполнительной власти, вот эти вопросы призваны отрегулироваться должны быть таким образом, чтобы они были одинаково исполнены на всей территории большой страны. Не секрет, что у нас субъекты разные, разное их и экономическое и финансовое состояние и составляющее, поэтому очень важно вот этот орган использовать в качестве инструмента для выравнивания бюджетной обеспеченности исполнения наших с вами законов и правоприменения их на всей территории. Поэтому предлагается Госсовет теперь ввести понятие органа исполнительной власти и ввести его в Конституцию как орган уже не консультационный, а как постоянно действующий конституционный орган, объединяющий губернаторов Российской Федерации под председательством президента. Очень важный момент для нас, для местного самоуправления о том, что мы наконец-то возвращаемся на важные узы, связанные с местным самоуправлением, где органы самоуправления и государственные власти входят в единую публичную систему. Почему мы это прописываем? На сегодняшний день у нас государственная власть олицетворяет собой президент правительства, губернатор и правительство губернатора. Местное самоуправление в систему госуправления страны не входит по нынешней Конституции. У нас есть отдельный закон 131 о местном самоуправлении, в рамках которого сегодня осуществляется права и полномочия. Но вся та жизнь наша проходит именно в муниципальных образованиях. Мы здесь рождаемся и мы здесь умираем. И вот от этих уже изначальных формальностей формируется полномочия органов местного самоуправления. Их достаточно много. А финансовое обеспечение не хватает практически во всех муниципальных образованиях всей страны. Вот этот разрыв, он очевиден, на сегодняшний день стал. Но мы не могли его преодолеть без конституционной нормы. И я вам скажу, что в 1994 году, когда мы приняли Конституцию ныне действующую, Борис Николаевич Ильцин подписал еще Европейскую хартию местного управления. И поэтому сегодня все движения, связанные с изменением, ну так скажем, статуса муниципального образования и его принадлежности в госуправлении, мы не можем этого сделать, потому что эта хартия европейская, она работает, существует и тщательно слеживается всеми правоприменительными организациями всего мира. В данном случае мы говорим о том, что единая система государственного управления и местного управления туда входит в систему публичной власти страны. Я надеюсь, что благодаря именно этой статье мы скоро приступим к ремонту наших законодательных актов по местному самоправлению, что должно привести к финансовому обеспечению нашего самого главного местного самоправления первого звена.